Слава Богу, дорогие друзья, слава Иисусу Христу, Искупителю Рода Человеческого, слава пролившему за нас свою божественную кровь во искупление грехов наших, слава Иисусу Христу, и ни в ком он у меня нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие дамы и господа, телезрители, всех вас приветствую и благоставляю именем Иисуса Христа. И во имя Господа Иисуса Христа мы живем и побеждаем, мы Богом живем и движемся и существуем, и по милости Господней дожили вот до сего текущего 2012 года, и в этом 2012 году мы в феврале месяце, как украинская реформаторская православная церковь, вышли на некий новый рубеж, священнослужители нашей епархии, архиепископии Киевской, съезжались с разных регионов Украины и вместе молились, обсуждали насущные, злободневные некоторые темы, и в общем-то этот год, он не только год 89-летия православной обновленческой движения, православной реформации, но он также и год 12-летия украинской реформаторской православной церкви. 12 лет это немало, это срок уже довольно-таки большой для церкви, для движения возрожденного, православно-обновленческого движения, и конечно же, все эти 12 лет, как священнослужитель украинской реформаторской православной церкви, я имел честь воздавлять это движение, и я Бога благодарю за это, было всякое в это время, в эти 12 лет, я по милости Божьей проповедовал, насаждал церкви и рукополагал новых священнослужителей, некоторые из них сегодня трудятся в нашей архиепископии, некоторые из них трудятся в других христианских юрисдикциях, деноминациях, и по милости Божьей за эти 12 лет, без малого, тысячи и тысячи людей, грешников, пришли к Спасителю Иисусу Христу через проповедь мою, и как архиепископа реформаторской православной церкви, так и через проповедь наших священнослужителей, множество больных было исцелено, бесноватых одержимых было освобождено от бесов, и в общем-то, Царство Божье, по милости Божье распространялось через служение нашей церкви, нашей поместной церкви и нашей юрисдикции. Дорогие друзья, и в августе месяце мы будем проводить собор, Четвертый собор Украинской реформаторской православной церкви, и я имею честь пригласить всех вас, дорогие друзья, кто имеет такую возможность, на Преображенский собор, Преображение Господня. В этом году, в 12-м году, будет ознаменовано Собором Украинской реформаторской православной церкви. В прошлом, в 11-м году, мы не проводили собор, но мы проводили, как мы и назвали его, соборик, или же предсоборное совещание, когда съезжались тоже наши священнослужители, мы молились вместе, обсуждали разные планы современной реформации, говорили о задачах реформации православной церкви на современном этапе, и, конечно же, много вопросов накопилось, и мы ждем гостей, священнослужителей не только нашей юрисдикции, не только нашей архиепископии, но и других православных, и других христианских церквей, динаминаций, конфессий. Я думаю, что августовский этот собор, Преображенский собор, 12-го года, станет важной вехой в деле современной реформации, и как православные обновленческие священнослужители, конечно же, я рад тому, что сегодня Бог призывает новых священнослужителей, делателей, Господин Жатвы, Ему вся слава, Он высылает делателей на Великую Жатву в последнем времени, они его повелели, Жатва поспела, и близится к кончине века, Господь грядет, наш Иисус Христос, Его шаги уже слышны, будем договорить, потому как библейские пророчества в большинстве своем уже исполнились, и, дорогие друзья, будем молиться, будем молиться о том, чтобы Господь, хозяин виноградника, Господин Жатвы, выслал еще и еще делателей на Великую Жатву, и также, если вы будете в августе месяце в Киеве, то добро пожаловать на предстоящий этот собор, Преображенский собор, 19 августа 2012 года. Господь Бог да благоставит вас, дорогие друзья, пусть жизнь наша христианская преображается от силы в силы, от славы в славу, пусть преображение придет не только в нашу личную христианскую жизнь, но и в наши семьи, к нашим женам и детям, к нашим мужьям, к нашим родителям, к дедушкам, бабушкам, внукам, пусть Господь благоставит наши семьи своим миром, своим, на самом деле, своим изобилием, благоставением своим, и будем в святости служить Богу, в радости, в праведности, служить Господу Богу, нашему Иисусу Христу. Дорогие друзья, пусть Господь благоставит каждого из вас, благоставляю вас, желаю всего наилучшего, пусть Господь Иисус Христос благоставит каждое сердце. И, дорогие друзья, если кто-то из моих сегодня телезрителей еще не пережил спасение своего возрождения свыше, если вы еще на пути только к Богу, и вы сейчас слышите этот призыв, это видеообращение такое, то вы можете помолиться прямо сейчас, молитвы покаяния. Призовите имя Господа Иисуса Христа и будете спасены. И Господь Иисус, Он пролил свою кровь за нас, мы должны в это верить, и устами своими исповедать Иисуса Христа, своим личным Господом Богом и Спасителем. Давайте скажем такие слова. Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты Бог мой и Спаситель, Ты пролил за меня свою кровь, благодарю Тебя. Скажите Иисусу Христу от всего сердца слава покаяния, призовите Его святое имя, и скажите, благодарю Тебя, Господь Иисус Христос, вводи в мое сердце и живи во мне. Царствуй во мне, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель, и ни в ком он у меня спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которое надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу! Говорите к Нему слова любви, благодарности, читайте Божье Слово, Библию Святую, потому что это есть вернейшее пороческое Слово, данное нам Богом самим для людей, для наставления, для назидания, для того, чтобы мы на самом деле имели этот светильник, светящий в темном месте. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Пусть Господь благословит вас, дорогие друзья, до встречи и на земле, и самое главное, на небесах. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные братья и сестры. И я еще раз напоминаю, что в августе вместе я жду вас на нашей конференции, на соборе, в четвертом поместном соборе Украинской реформаторской православной церкви. Если вы не православный христианин, но вы хотели бы потрудиться в деле реформации православной церкви, то милости просим также в ряды обновленческой церкви. И если вы в другой динаминации конфессия, то я прошу ваших также молитв о реформации православной церкви. Если вы православный христианин, то, как говорится, вам сам Бог велел примкнуть к рядам обновленческого движения современного. И сегодня мы православные обновленцы совершаем великое служение, великую миссию Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Пусть Господь Иисус проставляется, пусть темницы адские падут и пусть исполняется Божья воля на этой земле. Слава Богу! Благословения всем вам! Привет из города Киева, столицы Украины! Пусть Господь благословит вас! И молитесь за Киев, молитесь за Украину, дорогие друзья! Молитесь за духовное пробуждение в Украине и здесь, в самом сердце Украины, в городе Киеве. Слава Богу! Возлюбленные славы Иисусу Христу! С Богом! Продолжение следует...